В Тбилиси вот лопнули надувной танк, ну Путин всех надул, была акция, и надувной танк пробили, он сдулся, там лопнул и так далее. Вот знаете, это точно они смоделировали ту ситуацию, которая сейчас, то есть весь мир думал, что Россия Путинская это такой монстр, это такая милитаристская держава, это такой кошмар, там и флот, и авиация, и подводный флот, и танки, и что только нет, оказалось ничего нет, все украли, все развалили, все разрушено. И когда мы прикалывались, помните, и над курящим Кузей, и над пожарными машинами на борту этого, и над всеми остальными делами, западные так называемые аналитики, они говорили нечто другое, и тоже нам говорили, ну вы все врете, но оказалось, что мы не врем, а даже мы не допускали вот того ужаса и того развала, который есть, думали, что там что-то все-таки получше. Мы даже сами объективно не понимали вот эту картину, думали, что она немного лучше, конечно, а оказалось, что она вообще нулевая, вообще ничего нет. И помните, как меня ругали, когда я сказал, что турки, если захотят, дойдут до Москвы, показывал их различные, ну различное оружие на артподготовке, кажется, ой, такой кошмар, вот прям меня херами крыли по полной программе. Сейчас, я думаю, крыть не будут, сейчас очень удивятся. А, ну вот, как раз рассказывают эти черти, все Коношенковы, оперативно-тактическая, армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными техникой, уничтожено 380 националистов, как они считали, если они их ракетами поражают, выведены из строя 38 единиц военной техники, 54 района поразили и 38 единиц вывели все это. Ракетчики за день уничтожили ЗРК ОСА в районе Николая, в РСЗО СМЕШ в районе Солидара, а также РЛС обнаружение воздушных целей в Николаевской области, также зенитчики приземлили штурмовик Су-25. Ну, это такие победные реляции к 9 мая. Но я говорю, чтобы вот это все произвести, им нужно было стрелять ракетами Х-22 допотопными, где они взяли ракеты 58-го года, для меня загадка. Я их только в музее видел. Когда я, начиная с 94-го года, да, появлялся на аэродроме в Энгельсе, то там уже не было таких ракет. То есть, это уже между ними еще, как бы, промежуток, еще какие-то были ракеты, да, и то есть, это такое старье, которое уже даже в 94-м году не было. Я не знаю, где там на складах хранения они их набрали, а эти ракеты, буря, они там называются, да, жуткие, конечно. Вот пишет, помните сайт, ведущий обратный отсчет до разрушения Крымского моста? Да, помните, я деньги поставил, что Крымский мост 9-го мая не будет разрушен. Это к вопросу стало, что это тоже было очевидно, да. Сколько сегодня уже получается, знаешь, мост не будет разрушен, не объявлена будет мобилизация, не будет объявлена война и так далее. Посмотрим, что дальше там. Там еще какие-то предсказания сбылись, да. И вот Захарченко хотят в Грозном имени Захарченко вот эту Курощупа, который Курей вначале продавал, потом больше бухал, да, там и ходил с пьяной мордой вот в Донецке. А потом его взорвали нахер свои же. И вот имени этого выдающегося государственного деятеля, как Кадыров сказал, хотят улицу в Грозном. Выдающийся государственный деятель. А еще выдающийся, это я не шучу, там же это мозговой Моторолл и Гиви. Ну, мозгового я не знаю, кто это такой, Моторолл и Гиви, мне премного успели в интернете, блять, таких долбоебов вообще трудно еще найти, да, которые там стреляли друг в друга из пистолета, проверяя бронежилеты, да, стреляли из пулеметов, там, хрен знает, по окнам просто так. Ну, и, соответственно, смерть нашли от таких же. Я вот убежден, и я думаю, что время рассудит, что и Мотороллу, и Гиви, и этого Захарченко хлопнули свои же, что Украина к этому вообще отношения не имеет. Не потому что я оправдываю Украину, потому что я 90-е пережил, я знаю, как это работает, и я криминолог. Так что вот, ну, это я давно уже говорил, когда их хлопнули, я такую версию высказывал, но, я думаю, мы доживем до того, когда узнаем правду, вам пишут, что сейчас присылают повестки, массово рассылают, причем некоторые именные, а некоторые безымянные просто, то есть приходит повестка, ни имени, ни фамилии, там, вы уведомляетесь, что должны там с паспортом и так далее бежать в такой-то военкомат, получать моб-предписание, то есть это раздача слонов, раздача моб-предписания, люди думают, что это мобилизация, это не мобилизация. Это этап определенный, который производится в мирное время. То есть мобилизация не предполагает получение моб-предписания. Какое там нахрен моб-предписание? О чем вообще речь? Ну, предписание то, что ты получаешь в мирное время, на случай АТАС, там, ты будешь там вот то-то, то-то делать, там, туда бежать, сюда звонить, там, и так далее, и так далее. А здесь нет, здесь будет совсем все по-другому. Диктатор Лукашенко не приехал, пишет, вот не приехал диктатор Лукашенко к Вове. Представляете, как уязвил Вовочку. Ну, я так понимаю, что и с Западом Лукашенко не договорился, вот везде пишут, что страны Большой Семерки опубликовали там на сайте, «Мы приложим все усилия, чтобы привлечь Путина, а также пособников агрессии России против Украины, включая режим Лукашенко, к ответственности в соответствии с международным правом». И вы знаете, вот что я могу им сказать. У них ни одного шанса привлечь Путина нет, ни единого вообще, ни малейшего. Но у них достаточно больший шанс привлечь Лукашенко. Потому что еще неизвестно, где Лукашенко будет лучше, когда все начнется. Он может очень быстро стартануть и сдаться в Евросоюзе. И там ему будет, конечно, безопаснее. По крайней мере, они его не растерзают, на части не разорвут, как это сделают те люди, которые восстанут в конце концов в Беларуси. Может объявить мобилизацию, да не будет он тихушник. Нахера ему мобилизацию-то объявлять? Вы что? Он ее может просто, эту мобилизацию, проводить. Зачем ему ее объявлять? Вот вы мне скажите, зачем ему объявлять войну? Зачем ему объявлять мобилизацию? Чтобы было что-то потрындеть этим аналитиком, что ли? Ну, я, конечно, я понимаю, что я самый худший аналитик. Потому что все, что я говорю, сбывается. А вы хотите что-то другое услышать, понимаете? Вам хочется слушать тех, которые какие-то фантазии свои выдают. Я реальный мир вам объясняю, что будет завтра, что будет послезавтра. Я не умею фантазировать, вот как они, понимаете? У них классно получается. Они такие фантазеры, поэтому это лучшие аналитики. Я самый худший аналитик. Самый подчеркиваю. Потому что все, что я говорю, сбывается. Понимаете? Это у меня самый худший. Я никогда не попадаю, никому не нравлюсь абсолютно. Там украинской стороне, да не дай бог. Российской стороне, да не дай бог. Западу, да не дай бог. Китайцам, да не дай бог. Поэтому я всегда и буду самым худшим аналитиком. Но я всегда буду говорить вам правду. Вот это же очевидно. Да, это очевидно всегда. Когда, говорит, когда что-то предсказываешь, прогнозируешь, все говорят, это дурак, это пиздобол. Это что? Потом, когда получается как-то искал, говорят, да это же было очевидно. Ну, конечно, очевидно. Я и не спорю. Выборы в Южной Осетии Анатолий Бибилов признал победу Алана Гоглоева. Ну, говорит, в этот момент можно сказать, это же было очевидно. Помните? Никто из российских так называемых аналитиков не отважился дать прогноз, а ваш прокурорный слуга абсолютно неглубоко, зная ситуацию в Южной Осетии, четко сказал, что Бибилов проиграет, что Гоглоев вероятнее всего станет президентом и так далее. Так оно и случилось. И вот меня спрашивают, а, ну это меня хвалит, это хорошо, говорят, что такие конкретные прогнозы сделали бы честь любому институту стратегических исследований, а так как пишет человек из США, я так понимаю, что это он имеет в виду институт стратегических исследований США. А если убрать у них всю воду, которую они льют, то в сухом остатке получается гораздо меньше, чем вы прогнозируете. Да, ну, знаете, я потому что анализирую как-то, в отличие от других аналитиков, будущее, а не прошлое. Поэтому у меня, и вот, говорит, вы анализируете будущее, вы расскажите о методе. Ну, можно, конечно. Вот пишут, что точны в мелочах прогнозы. Я буду пропускать больше, чем у всех в сбывшихся прогнозах. Вам не верят, потому что люди не готовы к правде. Да, это вы правы. Поэтому не верят, потому что к правде не готовы. Да, ну, вот о методе, да, ну, вы понимаете, особенность пустого ума. Помните, Макиавелли говорил про три вида ума. Великий, значительный, ну, и пустой, или ничтожный, в зависимости от перевода. Великий все познает сам, значительный познает через великий, да, то есть, если ты ему что-то скажешь, он это понимает. А пустой ума, что бы ты ему ни говорил, он никогда не поймёт. Да, поэтому научить этому нельзя. Это, мне кажется, от природы даётся, да. Ну, многие вещи, конечно, если вы изучите логику, изучите логические законы, изучите там науки и так далее. Даже обезьяну можно научить курить там, или зайца, как, помните, это говорят, зайца можно курить научить. Да, но, мне кажется, всё равно думать, и это очень сложный процесс, которому можно учить технически. Но ума это, конечно, прибавит, но незначительно, потому что интеллект – это вещь, которая в уме занимает львиную долю, и она абсолютно врождённая, на мой взгляд. Ну, это моё предположение. Так что, особенность пустого ума, которому ничего нельзя объяснить, почему люди не верят. Ну, потому что у них пустой ум, да. И это, ну, это смотреть и не видеть, да. Это слушать и не слышать. Верить, чему они верят? Слухом они верят, суеверием они верят. Да, понимаете, из двух истин древних, помните, храм двух истин, они всегда выбирают ложь. Они никогда не выбирают ни ту, ни другую истину, поэтому для этих пустых умов придумали религию. Для кого она придумана? Конечно, для таких, не для тех, кто постигает мир самостоятельно. Она придумана, чтобы при помощи сказок объяснить, что хорошо, что плохо, что истина, что ложь, куда следовать надо, что надо делать, что не надо делать. Инструмент религия, такой, который всегда находится в каких-то руках, он может находиться в руках хороших людей, да, и тогда ведет по пути добра. Он может находиться в руках злых людей, и тогда ведет по пути зла. Но не тот, ни другой путь не будет путем истины, понимаете, никогда, вообще никогда. Это всегда будет далеко от истины. Поэтому, чтобы можно было вам посоветовать, чтобы делать прогнозы, думать, кроме этого я ничего не могу посоветовать, постараться думать своей головой желательно, и все будет прекрасно. Если с этим какие-то сложности, то постараться тогда заточить свой ум таким образом, чтобы понимать, как бы чувствовать, держать нос по ветру, да, кто вам говорит правду, а кто вам лжет. Для этого у человека, даже самого тупого, есть все. Люди от рождения способны понять, когда им врут, когда им говорят правду. Самое главное, не гасить в себе этих способностей. Продолжение следует...